КАЛИКА ПУРАНА Перевод санскрита Андрея Игнатьева КАЛИКА ПУРАНА, Глава 2, Искушение Брахмы Тогда все мудрецы, возглавляемые Маричи и Атри, зная о его желании, дали ему подобающее имя. Узнав о происшедшем и переглядываясь друг с другом, Дакша и другие творцы даровали ему обитель и супругу. После этого, придумав ему имена, дважды рожденные во главе с Маричи чествовали этого мужа о лучшие из брахманов. Мудрецы сказали, «Оттого, что ты появился на свет, взволновав наш разум, а также разум Творца, ты будешь известен в мире под именем Манматха. В мирах, пребывающему в образе страсти, никого не будет равного тебе, поэтому да прославишься ты под именем Кама Оманобхова. Из-за того, что ты внушаешь любовь, ты будешь зваться Мадана, а благодаря тому, что освободил Шамхоу от гордыни, Дарпака. Так же ты будешь известным под именем Кандарпа. Мощь оружия Вишну, Рудры и Брахмы не сравнятся с мощью твоих стрел. Небеса, мир смертных, преисподняя и мир Брахмы вечный – суть твоей обители, ибо ты вездесущ. И что же еще сказать? Равных нет тебе. Где бы ни были живые существа, травы и деревья, там будет твое место пребывания и так вплоть до обители Брахмы. Жену-красавицу даст тебе Дакша, изначальный владыка созданий, как ты желаешь, о лучшей из мужей. Эта прекрасная обликом дева, рожденная из разума Брахмы, будет прославлена во всех мирах под именем Сандхья. Поскольку красавица появилась на свет, когда Брахма был погружен в созерцание, в этом мире она получит известность как Сандхья. Маркандея сказал. Роджану, Роджану, Мохану, Шошану и Марану, способные приводить смущение даже чувства мудрецов в сокрытом облике, находясь там, стал размышлять над указанием Брахмы. То, что Брахма вменил мне в постоянную обязанность, то я проделаю над Создателем в присутствии мудрецов. Здесь находятся мудрецы, а также сам Прародитель и Сандхья, и то, что прежде сказал Брахма, «Я, Вишну и Шива, уязвимы для твоего оружия, так что же говорить о других живых существах, их суть я и осуществлю». Маркандея сказал. Так, поразмыслив и приняв соответствующее решение, Манобхава наложил стрелы на гирлянду цветочного лука. Заняв позицию Алидха и натянув силой лук, Кама, лучший из лучников, обратил его в некое подобие круга. Когда же лук был им натянут, ветерки, пропитанные ароматами, задули там, о лучшие из мудрецов, дарующие радость. Затем Творца и всех прочих присутствующих, включая мыслью порожденных, одного за другим цветочными стрелами поразил Мохана. После этого все те мудрецы потеряли голову, и четырехликий был смущен, у мы же их были взволнованы с самого начала. Все они при виде Сандхи были взволнованы все больше и больше. И страсть возрастала в них, ибо женщина возбуждает страсть. Мадана, поражая их снова и снова, делал так, чтобы чувства их распалялись. Когда Творец со взволнованными чувствами бросал взоры на нее, тогда сорок пять чувств появилось из его тела, безразличие, а также жесты, и сорок шесть искусств возникли из тела Творца, пораженного стрелами Кандарпы. Сандхи же, доступная их взором, стала подавать знаки любви, порожденные попаданием стрел Кандарпы снова и снова, включая кокетливые взгляды, сокрытие тела и прочее. Сандхи, прекрасная сама по себе, те знаки любви, порожденные Маданой, подающая, блистала подобно золотой реке, перекатывающей волны. Тогда, взирая на Сандхи, подающую знаки любви, прародитель с телом покрытым и спаренной, стал терзаться желанием. В это же время все мудрецы, возглавляемые Маричей и Атри, а также Дакша и прочие, о лучшие из дважды рожденных, испытали смущение чувств. Видя мудрецов во главе с Дакшей и Маричей, находившихся в таком состоянии, а также Творца и Сандхи, Мадана уверовал в собственное дело. «То, что предначертал Брахма в качестве моей обязанности, то я совершить способен», – так он поверил в свои силы. Тогда Шамху, путешествующий по воздушному пространству, увидев Творца, находящегося в подобном положении вместе с Дакшей и мыслью порожденными, стал хохотать и высмеивать их. Насмехаясь над всеми ними, произнося слова хулы, сказал следующее, о лучшие из дважды рожденных, пристыживая их, имеющий быка на знамени. Владыка сказал, о Брахма, как ты мог попасть под власть страсти, увидев собственную дочь? Не годится это для следующих ведом? Как мать, так и невестка, как невестка, так и дочь – это есть предписание путевед и зашедшее из твоих уст. Так как же под влиянием одного лишь Камы ты мог забыть об этом, о Творец? На стойкости, о Брахма, покоится весь этот мир у четырехликий. Так как же низкий Кама мог повредить твоей стойкости, о Творец? Отчего и как исключительные йоги, постоянно созерцающие божественное, Дакша, Маричи и прочие порожденные мысли, стали охочими до женщин? И каким же образом слабый Кама, приступивший к исполнению своих обязанностей, сделал вас мишенями для своих стрел, не знающий уместного времени, малоумный? Порицание же тому, о лучшие из мудрецов, чьи разум женщины, лишив стойкости, погружают в легкомыслие. Маркандея сказал. Выслушав слова Гириши, владыка мира, от стыда вспотел в два раза сильнее. Затем, обуздав чувства, четырехликий, ранее желавший даже схватить очаровательную Сантью, оставил ее. Сонны предков, огнишваты и бархишады родились из капель пота, который истек из тела его, о лучшие из дважды рожденных. С телами темного цвета, с очами, подобным цветочим голубым лотосом, суровые аскеты, безупречные, отвергнувшие бренный мир, высшие. Известно, что огнишватов 64 тысячи, а бархишадов 86 тысяч, о дважды рожденные. Из капель пота, которые упали на землю из тела Дакши, появилась на свет красавица, наделенная всеми добродетелями, стройная, с тонкой талией, с полоской волос на теле, благая, с нежными членами, дивная ликом с телом, блистающим, как расплавленное золото. За исключением Крату, Васиштхи, Пуласти и Ангераса, остальные шесть мудрецов во главе с Маричи обуздали свои чувства. Из капель пота, которые пролились на землю из тел Крату и остальных трех, появились на свет другие сонны предков, лучшие из дважды рожденных. Сомапы, Аджьяпы, а также другие, Сукалины и Хавирбуджи, все они известно принимают Кавию. Сомапы, это Саламья Крату, Сукалины, Васиштхи, Аджьяпы, Пуласти, Ахавишманты, сыновья Ангераса. После того, как Агнишваты и прочие о Индры среди жрецов, сонны предков миров, принимающих Кавию, были рождены. Брахма стал известен как прародитель всех существ, а Санхья стала матерью предков, ибо она была причиной их рождения. Затем, пристыженный словами Шанкары, прародитель разгневался на Кандарпу и нахмурил брови. Прежде же, его намерение зная, Манматха свои стрелы вернул назад, испугавшись по шупоте и Творца. Тогда, обуянный гневом Брахма, прародитель миров, что совершил, то слушайте внимательно. Так в Каликапуране заканчивается вторая глава, называющаяся «Искушение Брахмы». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok